К нам подключается начальник пресс-службы восточной группировки войск вооруженных сил Украины Илья Евлаш. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Илья, расскажите, пожалуйста, об обстановке на Бахмутском направлении по состоянию на этот час. На Бахмутском направлении продолжаются очень интенсивные динамические бои. Противник продолжает использовать всю номенклатуру линейку артиллерийского вооружения, которые у него есть. Это и ствольная система, и также реактивная система залпового огня. Противник продолжает использовать свою авиацию, а именно Су-34, Су-35 также и вертолеты Ка-52. Кроме этого, используют активно беспилотные летательные аппараты типа Мавиков для организации скидов на позиции наших военных. Также FPV-дроны, ланцеты, ББА типа Орлан для корректировки артиллерии. Кроме этого, используют также танки, тяжелое вооружение, СПГ, ПТРК, АГС и другие средства огневого поражения. Мы же за прошлый день ликвидировали 187 оккупантов. Кроме этого, нам удалось уничтожить одну тяжелую артиллерийскую установку противника, два С-7 «Пион» и также зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» на этом направлении. Кроме этого, нашим защитникам удалось уничтожить четыре автомобиля, одну самоходную установку М-100С, также два танка и полевые склады с боеприпасами. Нам удается одерживать успех на Бахмутском, Белогоровском направлении, также возле Отрадовки. Там наши защитники продолжают вытеснять противника с их позиций и продолжают двигаться вперед. Ранее в эфире национального марафона вы заявили о том, что потери российских оккупантов в 7-8 раз превышают украинские потери. Вот сегодня вы говорите, что за день было уничтожено практически 200 российских солдат. С чем связаны такие потери? И можем ли мы говорить, что это в принципе такая норма, что вот каждый день примерно такие цифры потерь российской армии? Да, можем. Иногда они даже выше, потому что противник продолжает активные лобовые атаки, штурмы, которые приводят вот к таким вот цифрам, которые я только что озвучил. Мы же на противовес этому используем другую тактику. Мы проводим асимметричные действия, ищем слабые места в их обороне. И изначально все планируется, тщательно продумывается. Также используется вся номенклатура нашей западной артиллерии, которую поставили нам страны-союзники, которым мы очень благодарны. И только уже после этого, когда все спланировано, у бойцов есть все необходимое для выполнения этих задач, штурмов, наши защитники идут вперед и тогда уже зачищают окопы. До этого, пока все это не проделано, никто наших ребят, так как это делают противники, просто на смерть не посылает. Я уточню, то есть получается, что даже после ухода наемников из ЧВК, из Бахмутского направления, российские оккупационные войска от местных штурмов не отказались? Они продолжают интенсивно атаковать направление, например, возле Клещеевки. Они пытаются вернуть сейчас свои потерянные позиции, также и возле Андреевки. Вот, например, за прошлый день на этом направлении, на Бахмутском направлении, произошло 14 штурмов. В основном это как раз и были штурмы возле вот этих населенных пунктов, которые я назвал. Да, противник понимает, что потеря этого плацдарма вблизи Бахмута, это может закончиться очень и очень нехорошо для него, поскольку там есть ключевые высоты и близость, так, в которой находятся эти населенные пункты и к Бахмуту, и к трассе Бахмут-Горловка, это очень для него опасно. Потому сейчас все силы пытаются перебросить на это направление, теряя технику, теряя живую силу, но эта тактика ни к чему не приводит. Мы дальше сейчас продолжаем закрепляться и продолжаем уничтожать оккупантов, брать пленных и продолжаем свое движение вперед. Вот расскажите, если можете, подробнее ситуации вокруг Клещеевки. Ранее в эфире Радио Свобода вы сказали, что бои продолжаются, в том числе вблизи железной дороги, по которой происходит снабжение российских сил. Удалось ли ВСУ закрепиться в Клещеевке? И каким образом российские войска пытаются отвоевать потерянные позиции, откуда подтягивают резервы, достаточно ли у них сил и техники на этом конкретном направлении, вот в районе Клещеевки? Да, спасибо за вопрос. Наши военные сейчас закрепляются на этом направлении. Сейчас там идут активные динамические бои. Когда уже можно будет сказать о каких-то результатах, мы обязательно сообщим об этом обществу, нашим коллегам, партнерам. Сейчас же можно говорить только о том, что наши защитники сейчас продолжают интенсивные боевые действия, продолжают истреблять врага. На этом направлении противник же, в свою очередь, как я и говорил, использует очень активно FPV свои дроны, в частности, также ланцеты, боржирующие боеприпасы, которыми он активно очень пользуется и пытается наносить удары по нашим позициям. В то же время мы тоже работаем в нашей подразделении ПЗРК, используя разные и партнерские образцы вооружения типа ПЗРК «Стингер», «Перун», также отечественные разные зенитно-ракетные комплексы, которые у нас есть на вооружении. Мы наносим огневые удары, в частности, например, их авиация боится залетать в зону поражения нашего ПВО, поскольку уже не единожды, когда они это делали, мы доставали все-таки к их вертолетам, их самолетам. Потому они пытаются работать на максимально граничных дистанциях, не входя в зону поражения, и пытаются наносить удары также своей авиацией с граничных дистанций. Скажите, а как бои вблизи железной дороги у Клещевки влияют на снабжение российских оккупантов? Ну, естественно, что негативно для оккупанта, поскольку эта группировка, которая сейчас находится в Бахмуте, она лишена еще одного рукава подвоза, плеча подвоза. А мы знаем, что логистика противника, в принципе, приблизительно до 70 километров от железной дороги, они могут работать. Все, что свыше, это уже имеет определенные проблемы. Конечно, для такого стратегического, для Российской Федерации населенного пункта, как Бахмут, после его оккупации у них не было никаких успехов, его потеря станет очень болющим ударом, если можно так сказать, и для пропаганды, и для общества в целом, и для этого фронта. Поэтому он будет пытаться удержать ее любой ценой, дабы продолжать питание своей группировки, которая находится там. Там они удерживают несколько тысяч военных, также тяжелой техники. Но бой в городе — это не тот бой, который происходит в поле. Там есть определенная специфика, определенные нужные средства, силы для ведения городских боев. Потому ему очень важно, и продолжаются бои очень интенсивные сейчас в районе железной дороги. Вначале буквально полномасштабного вторжения России в Украину и шла речь, неоднократно об этом сообщалось, потому что цели оккупантов российских — полностью захватить Донецкую и Луганскую область. Были некие даты, они несколько раз переносились, потому что не удавалось. Когда россияне взяли Бахмут, тоже шла речь о том, что могут пойти дальше. И вот очередная задача перед российскими войсками — захватить Донецкую и Луганскую область. Но вооруженные силы Украины, как мы знаем, остановили, не дали этого сделать и не дают. Что известно? Возможно, из разговоров с пленными, из перехватов, есть ли некая дата, которую сейчас командование ставит перед российской армией захватить Донецкую и Луганскую область? Что известно об этом? Ну, я думаю, после ряда фейлов с их стороны они уже отказались, потому что это уже позор для Второй армии мира. Постоянно придумывать какие-то дедлайны и в них не влаживаться. Сейчас, как таковых дат нет, просто задача осталась та же. Луганская и Донецкая области — это цель их так называемой специальной военной операции. Они не отказались от этих идей. И они продолжают перебрасывать сюда свои основные силы. Так вот, как на Лимано-Купенском направлении продолжает сосредотачиваться группировка свыше 110 тысяч войск. Также то, что мы говорили, что противник там продолжает собирать эти штурмовые роты. Но более чем роты, сейчас ему сложно саккумулировать и собрать столько войск. Раньше мы могли там говорить о батальонных группах, сейчас мы говорим о ротах, что свидетельствует в принципе о том, что максимум уже, который они могли, они уже показали. И свыше набрать больше людей у них не получается. Вот, потому задача остается той же, но мы видим, что, например, на Лимано-Купенском направлении пробить нашу оборону у них не получается, как бы они этого не хотели. А на Бахмутском направлении они терпят поражение, вступают шаг за шагом. Также, как мы видели, и вот эти вот удары по штабу Черноморского флота и успехи наших коллег на юге, все это свидетельствует, что у России дела очень плохо. Да, противник остается тяжелым, противник опасный, у противника есть много всякого вооружения, хотя и старого, но оно стреляет. Но, тем не менее, мы видим, как наша тактика до малых порезов она приводит к хорошим результатам. И будем надеяться, что будет приводить это в дальнейшем. И мы надеемся вместе с вами. Илья, большое вам спасибо. Илья Явлаж рассказал нам о ситуации на Восточном фронте, в частности, на Бахмутском направлении.